Руккола Руккола – зелень, которую добавляют в салаты, закуски или горячее. Благодаря необычному вкусу и богатому составу она привносит разнообразие в привычные рецепты и дополняет рацион полезными веществами. Руккола – это близкий родственник брокколи и горчицы. В отличие от многих видов зелени, которые не имеют ярко выраженных вкусовых качеств, рукколу сложно с чем-то перепутать, она горчит и добавляет остроты блюдам. Если вы хотите уменьшить горечь, то стоит использовать молодые побеги, они обладают более мягким вкусом. Также снижает остроту тепловая обработка. Траву можно потушить отдельно или добавить в горячую еду в процессе готовки. Здоровье сердечно-сосудистой системы напрямую зависит от регулярно поступающих в организм питательных веществ. Руккола содержит все необходимые для здоровья сердца вещества, среди которых витамин К, аскорбиновая и фолиевая кислоты. Фолиевая кислота обеспечивает полноценное питание миокарда. Витамин К отвечает за транспортировку кальция в костную ткань, а этот элемент важен для правильного кровотока. В рукколе также есть магний, провитамина. В ней много клетчатки, фитохимических веществ, при этом мало сахара, калорий и жиров. Руккола не уступает шпинату по содержанию кальция, при этом она не содержит оксалатов. Употребление этого сорта зелени никак не мешает нормальному усвоению минералов, в то время как шпинат отчасти блокирует это свойство. Именно эта особенность делает рукколу более полезным природным источником кальция. Благодаря каротиноидам руккола способна предотвратить дегенерацию желтого пятна, что является одной из главных причин слепоты у пожилых людей. Лютеин и заоксантин, которые содержатся в траве, отвечают за защиту сетчатки глаза и роговицы от ультрафиолетовых излучений. Руккола также содержит омега-3 жирные кислоты, обладающие антиоксидантными свойствами, они помогают защищать глаза от различных болезней, в том числе и от катаракты. Растение богато растительной клетчаткой, которая помогает защищать слизистые оболочки пищевода, желудка и всех отделов кишечника. Сок и клетчатка, которые содержатся в листьях рукколы, могут принести пользу при расстройствах желудочной функции. Стоит отметить, что для поддержания пищеварительной системы в нормальном состоянии просто необходимо поддерживать нормальный уровень pH. С этой проблемой также сможет помочь рукула, так как ее сок поддерживает щелочную реакцию. Стоит также отметить, что рукула может стать незаменимым помощником в борьбе с лишним весом. Она известна своими мочегонными свойствами, благодаря которым регулируется водно-солевой баланс и соответственно, уменьшается отечность. Помимо прочего, рукула является низкокалорийным продуктом, который при этом наполняет организм витаминами и энергией. Она помогает не только быстро, но и без вреда для организма избавиться от лишних килограммов. Может ли рукула навредить здоровью? В первую очередь осторожными стоит быть людям, принимающим лекарственные препараты, которые разжижают кровь. При употреблении медикаментов из этой группы, организм не должен получать слишком большое количество витамина К, так как он влияет на свертываемость крови. И именно этот витамин в больших количествах содержится в руколе. Пряный вкус зелени у чувствительных людей может вызывать чувство раздражения в горле, а у людей с аллергией – возможны серьезные отеки, спазмы в животе и проблемы с пищеварением. Специалисты не рекомендуют также злоупотреблять этим продуктом при заболеваниях почек, подагре и гастрите, который сопровождается повышенной кислотностью желудка. Как выбрать и хранить руколу? Молодое растение считается самым вкусным и полезным, оно не обладает слишком горьким привкусом, в отличие от старых залежавшихся листьев. При выборе нужно ориентироваться на цвет листьев, они должны быть ярко-зелеными, без темных пятен и видимых повреждений. Руколу желательно съесть в течение нескольких дней после покупки, так как она довольно быстро вянет. Большое спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok